Привет, рад снова видеть вас у меня на канале, на связи Лукас, и на этот раз речь в ролике пойдет у нас о 10 самых популярных на данный момент скинах по оценке мирового рейтинга скинов Fortnite. Для кого-то, наверное, состав скинов будет удивительным, ну а кто-то скажет то, что не ожидал увидеть ничего другого. Но как бы там ни было, перед началом ролика я бы хотел поблагодарить вас за такую лютую активность на прошлом видео и за то, что вы, друзья, не остаетесь равнодушными и вводите мой тэк автора Лукас Дядя. А также разыграть в этом видео для вас 1000 вибаксов, и все, что нужно сделать для того, чтобы принять участие, это быть подписанным на этот канал, поставить лайк на это видео, а также в комментарии написать, какой самый первый скин вы купили в игре Fortnite, и сюда же прикрепить свой ник в Fortnite, ну либо ссылку на соцсеть, чтобы яблок с вами связаться в случае вашей победы. Все результаты будут, как только на ролике будет 1000 комментариев и 3000 лайков, и опубликованы в нашу группу во Вконтакте. Ну а теперь хватит трындеть, погнали ролик смотреть. Итак, мировой рейтинг скинов, который недавно был открыт на одном забугорном сайте, где люди голосовали в течение нескольких месяцев за скины, которые им нравятся, и таким методом были составлены топы самых популярных скинов на данный момент. И сейчас я вам расскажу о топ 10 скинов самых популярных в игре Fortnite среди аудитории. Погнали! 10 место. Черный рыцарь. Это последний скин, который можно было получить в боевом пропуске второго сезона. В то время Fortnite еще не достиг своей максимальной популярности, поэтому у многих игроков такого скина попросту нет. Он довольно редкий, и это хороший признак того, что вы играете долгое время. То есть вы олд, если имеете такой. Выполнен он довольно чисто, аккуратно, а его черный щит, который идет в комплекте, является на данный момент довольно-таки популярным рюкзачком на спину. Вышел боевой пропуск у нас 14 декабря 2017 года, и 21 февраля 2018 он, естественно, закончился. Соответственно, с тех самых пор получить этот скин стало невозможно. А выдавался он за максимальный уровень второго боевого пропуска, это 70-й. Да, во втором сезоне было 70 уровней в боевом пропуске. Вот такой вот крутой, строгий, минималистичный стиль рыцаря у нас был тогда доступен, и с которым сейчас бегают действительно олды нашего с вами Fortnite. Но не будем заострять внимание на одном лишь рыцаре, пойдем далее. Скин Мечта. На английском он называется Dream, потому я перевел его как Мечта, так как, если честно, забыл, как он назывался на русском. Редкий фортнайтовский наряд из набора Сломанный Свет. Описание вроде бы гласило у нас то, что свет прорывается, и данный скин впервые был замечен в магазине предметов 5 марта 2019 года. И последний раз был замечен в том же самом магазине 5 мая того же самого нынешнего года. Редкость у него рарная, то есть синяя, стоил он 1200 вибаксов, и выглядит довольно-таки круто. Очень крутой скин, и мне бы действительно хотелось бы такой, я бы уж точно из него состряпал для себя неплохой сет. Также в наборе к нему идет вот такой вот рюкзак Разломанной Бабочки, которая участвовала у нас в ивенте, если мне не изменяет память, 5 или 6 сезонов. Ну а теперь перейдем к следующему скину. Гултропер. Еще один редкий скин, потому что он действительно появлялся лишь во время Хэллоуина 2017 года, который был задолго до того, как Фортнайт вспыхнул огромным хайпом и стал таким популярным. По сей день этот скин крайне востребован, и его ожидают огромное количество людей, но кажется то, что надежды нет, так как на Хэллоуин 2018 года данный скин не был добавлен вновь. Но если Epic Games все-таки одумаются и хотя бы на один день внесут его в магазин предметов, я уверен, что продадут они его просто невероятное количество раз за этот день. И заработают огромненькие деньжищи на фанатах. Возможно, конечно, мы его еще увидим во время следующего Хэллоуина, но нам придется подождать и понадеяться. Впервые появился в свет этот скин 26 октября 2017 года, и в последний раз его видели 28 ноября того же самого 2017 года. То есть в последний раз мы видели в магазине предметов его 566 дней назад, крайне давно. И жалко, что этот скин нельзя купить. Он действительно классный, я бы сам лично купил такой и бегал бы с ним с удовольствием. Напишите в комментарии, а как вам Гултропер, нравится ли он вам в целом, или вы считаете его переоцененным из-за того, что его больше невозможно получить. Ну а мы пока пойдем далее. Наверное, самый веселый скин в этом топе у нас на очереди. А именно, Карась. Это очень уникальный и редкий скин, выпущенный в декабре 2018 года. Да и к тому же, очень дешевый и крайне приятный по цене. Он полностью отличается от всех доступных на данный момент скинов. Мало того, в комплекте вы также получаете еще и сумочку с водой на спину и кучу прикольных стилей. Сама суть скина Карась изображает нам либо рыбку Кои, или золотую рыбку, которая каким-то образом превратилась в гуманоида. Ведь именно даже по основной картинке Карася можно понять, что он вообще не в курсе, как он тут оказался, как он стал таким, и почему вообще его заставляют бегать и стреляться с какими-то людишками. И как мне кажется, описание скина ссылается на Маки Мастера, который является частью коллекции суши. Наш большой друг Карась, вероятно, хочет держаться подальше от этого суши-повара. Впервые данный скин был замечен в магазине предметов 26 декабря 2018 года, а в последний же раз его видели совсем недавно, 25 мая нашего уже 2019 года, около 25 дней назад. Не, ну Карась это чит, конечно. Так, что там у нас дальше? А дальше нас ждет скин Dark Bomber. В свое время это был немного неожиданный скин, добавленный в магазин предметов Fortnite. А был он неожиданным, потому что он умудрился в те времена уклониться от датамайнов, но на его присутствие в будущих обновлениях нам все же намекнули сами Epic Games тогда, в финальном загрузочном экране пятого сезона за выполнение заданий. И очевидно, что Dark Bomber у нас напрямую связан с Bright Bomber, который также является еще одним популярным редким скином. Впервые скин был замечен в продаже 10 апреля 2018 года, ну а в последний раз он побывал в магазине предметов 15 мая этого года. Мне, если честно, довольно-таки нравится этот скин и рюкзачок, но почему-то я купил лишь кирку из этого набора и мне как-то хватило. Ну да ладно, это уже все мои проблемы, пойдем далее. Неожиданно, в нашем топе оказался также скин один из любимых мной. Это элитный агент. Это один из скинов, которые вы могли получить в боевом пропуске третьего сезона Fortnite. Это гладко-темно-серый такой вот тематический боевой костюм, так что в свое время мы все были увлечены этой военной тематике в стиле шпионов, ведь тогда все скины выходили в такие похожие. В обновлении 8.10 элитный агент получил также новый стиль, который позволяет ему снимать шлем и маску. Но, к сожалению, 30 апреля 2018 года, третий сезон у нас закончился и получить этот скин более никак не представляется возможным. Но не стоит грустить, пойдем глянем, что у нас дальше. А следующая у нас на очереди, как ни странно, оказалась Черная Вдова. Это первый скин Marvel, выпущенный в Fortnite и знаменующий собой выпуск фильма Мстители Финал. В набор вместе с ней входили крутая кирка, эмоция пируэт и прикольный рюкзачок на спину. Правда, все кроме рюкзачка, естественно, приходилось покупать отдельно. Очень крутой сет, который очень многим зашел. В отличие от второго наряда, который выпускали уже позже. Это я про Старлорда. Думаю, хватит о нашей деве Марвеловской. И теперь перейдем же к скину, который попал в этот топ просто невероятным образом. Так как он еще не вышел. А разговор у нас идет про пластикового солдатика Патрульного. Того самого, которого мы в детстве мучили, играясь с кучкой еще таких же пластиковых человечков. Он еще не вышел в магазине предметов, но на данный момент в мировом рейтинге уже занимают довольно-таки высокие позиции. Все-таки и среди Fortnite аудитории, видимо, есть ностальгирующая часть молодежи, которая помнит детство, в котором игралась с этими зелененькими солдатиками. Меня лично тоже очень сильно вбивают в ностальгию эти скины. И обязательно, когда он выйдет, скорее всего, я себе такой куплю. Но нам осталось поговорить еще о паре скинов. Брайт Бомбер. Один из самых популярных скинов в игре. На ней изображена розоволосая женщина, на которой надета футболка с радужной ламой. И многим в свое время это напоминало такие вещи, как Мои Маленькие Пони. Тот самый мультик My Little Pony. И действительно, я помню, как когда я только начинал играть в Fortnite, этот скин считался, ну просто, не эпически бомбическим. И далеко не у каждого он был. Впервые его заметили в магазине предметов 15 декабря 2017 года. А в последний же раз он был в магазине предметов 28 мая 2019 года. Около 20 дней назад. Стоит всего-навсего 1200 вибаксов. И это довольно приемлемая цена для такого крутого скина. Кирку же эту я действительно купил очень давно, приблизительно в 2017 или начале 2018 года. Но почему-то скин также не купил, как и дело обстоит у меня собственность с Дарк Бомбером и ее киркой. Напишите вы, друзья, в комментарии, а есть ли у вас хоть один из этих бомберов, либо темный, либо светлый. Или вы также, как и я, предпочли кирки вместо скину. Мне будет интересно почитать. Ну и теперь же осталось перейти у нас к первому месту, которое почетно заняло у нас самый олдовый скин игры Fortnite. Renegade Rider. Это самый редкий скин в игре. И самый почетный. Вы могли его получить только если играли в течение первого сезона Fortnite. И вам нужно было повысить уровень до 20, чтобы получить шанс его приобрести. Если вы тогда играли, то достижение этого уровня разблокировало бы его за так называемый в то время Season Shop за 1200 вибаксов. Понимаете, чтобы его купить за свои кровные деньги, для начала вы должны были в то время прокачать свой аккаунт. Это было действительно по харду. И именно поэтому люди катающие в этом скине считаются невероятными олдами. В патче 8.10 Renegade Rider получил также новый стиль, но это не значит, что скин будет доступен в магазине. Так как буквально пару-тройку сезонов назад Epic Games официально заявили на своем твиттер аккаунте, что скины первого сезона никогда более не будут добавлены в магазин предметов. Очень жаль, ведь я бы хотел себе такой скин, потому что выглядит он довольно прикольно. Но в то же время это правильное решение, потому что хоть какие-то скины помимо скинов из боевого пропуска должны стать раритетными. Ну а на этом все, друзья. Спасибо всем огромное за просмотр. С вами как всегда был ваш дядя Лукас. Всем до скорых встреч в новых видео. И адьос, амидос и бей. Субтитры сделал DimaTorzok